Пятилетний пес Норд – рекордсмен по раскрытию преступлений. Только в этом году на его счету 10 служебных подвигов. Он находил наркотики, пропавших детей, разоблачил грабителей и даже поймал двоих убийц. Запах также либо по вещи, либо где человек находился непосредственно во время преступления. И все, собаку пускаем от его следа и находим. Еще один рекорд Норда – скорость в раскрытии дел. Чтобы найти хулигана, овчарке потребовалось всего 10 минут. Вадим Колесников у четвероногого полицейского уже второй тренер-кинолог. Вместе они работают полтора года. Тренируются каждый день. Профиль поиска людей предполагает занятия и на полигоне, и в питомнике, и в городе. Собака работает на должном уровне. Я не могу сказать, что есть что-то сложное, что-то легкое. Единственное, что немного есть трудности, это, естественно, поиск людей. Учитывая то, что запахов очень много, плюс погодные условия. Но стараемся, ищем, несмотря на ту же погоду. За доблесть и отвагу Норд стал первым полицейским псом, который получил специальную премию «Следопыт года». Ее учредил Общественный совет при управлении МВД России по городу Владивостоку. И если к медали и грамоте овчарка отнеслась равнодушно, то палку специальной собачьей колбасы стала грызть сразу на вручении награды. Однако угощение приняла только из рук тренера. В Центре кинологической службы Владивостока сегодня воспитывается 14 собак. У всех свой профиль деятельности – поиск взрывчатки, наркотиков и людей. Быть в форме полицейским собакам, как и людям, необходимо всю жизнь. Каждый год овчарки проходят проверку на профпригодность, и только после нее получают допуск к работе. Каждую собаку воспитывает свой кинолог. Его задача не только постоянно тренировать подопечного, но и улучшать его рабочие качества. Основное качество, конечно, это любовь к животному, потому что ухода очень много за собакой. Кроме того, необходимо терпение, потому что каждый процесс очень длительный. Обучение не только всегда идет на уран, иногда идет и с проблемами какими-то. Интересно, что кинологами работают не только мужчины, хотя и большинство, но и женщины. Антонина, скажите, пожалуйста, как так? Такая не женская профессия у вас. Ну, как не женская? Я думаю, отличий нету. Здесь главное умение работать. Осман, ко мне! Антонина Седышева с собаками возится с детства. Профессионально этим занимается пять лет. Ее подопечный Сантьяго совсем молодой, на службе с марта этого года. От разговора рванул именно по работе. Увидел условного преступника, тренера, одетого в специальный костюм. Весит он тяжелая штука вообще. И бегать мне неудобно. Я пробежал два раза, уже мокрый. Но чувствуется, вы говорите, при столкновении с собакой? Иногда чувствуется. Собака перехватывать начинает руки и чувствуются зубки в нее. Ну, чувствуется, но не больно. Выгулять, убрать вольер, почистить животное и тренировки, тренировки, тренировки. Чтобы тренеры собака стали идеальным тандемом, необходимы месяцы упорной работы. В Центре кинологической службы на смену четвероногим ветеранам уже подрастает новое поколение. И кинологи уверены, именно год собаки станет для их лохматых подопечных особенно успешным. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.